Приветствую вас, друзья! Мы продолжаем нашу кампанию Занежить. У нас в столице скоро Гримлук достигнет седьмого уровня. В ней мы уже можем нанимать вампиров. В принципе, я думаю, можем их заранее заказать. И даже не лучников, лучников заказ отменим, а именно вампиров. Так, у нас кроме этого есть два основанных нами города, маленьких. И один захваченный город, это Людской замок. Мы знаем, что люди хорошо добывают, осваивают и работают с золотом. Так что этот город будет приносить нам золото. Хотя вот территория пустыни, которую мы занимаем, она богата на золото. Тут есть как минимум два-три поблизости ресурса, с которых мы сможем получать золото. Ну и третий город, это тоже человеческий город Барнфелл. И мы его в скорости захватим. Что ж, передаем ход. Дальше. Хотелось бы получить и это золото, но эти ресурсы, ну уж ничего не поделаешь. Так, Огр оказался умом. Не дает нам воспользоваться его пещерой, забрать оттуда ресурсы. Ваше сиятельство, кто-то смиренно просит вашей помощи. Заключить альянс с вождем Крелл. Принимаю, дружище, я за альянс. И первая построечка в Даскхоле. Он у нас генерирует магию, поэтому моноферму строим. К тому же тут 20% бонус в пустыне по этому поводу. Так, лечение выбираю. Враг под стенами. Давайте уничтожать. Здесь мы, кстати, вполне можем основать город. И не дать нашей соседке агрессивно развиваться. Вести экспансию и захватить, загробастать соседние ресурсы заодно. Так, госпол основа. А этим поселенцам мы движемся сюда, чтобы ограничить в развитии еще и вот этого вот приятеля. Плюс у нас какое-то задание. Минотавры за 200 золотых нам дадут. Но с этим справится сосед, с которым мы заключили такой добрососедский союз. И наши летучие мышки. Отправим их забирать ресурсы. Так, шар огня мы изучили. Окей. Может быть еще с кем-то. Это, к примеру, Анна. Я выслушаю тебя. Вызов призрачных волков. Так, ладно, пока трогать не буду тебя. Баронфелл. Что мы делаем с Баронфеллом? Давайте отойдем, во-первых. Да, тут сразу сложный выбор. Атакуем пауков. Ну и, в общем-то, сам Баронфелл. 18. За один удар нам хватит, чтобы его завоевать. Так, Огр лишает нас доступа к своей пещере. Значит, идем дальше. Будем исследовать регион. Попытаемся найти ресурсы. Так, очертание нейтрального замка. Поэтому мы его обтекаем, как бы. Что там наша нежить? Восстанавливаем ей здоровье. Как, в общем-то, и лучникам тоже. Как я уже говорил, направим сюда. Наших поселенцев. Ну что ж. С маной у нас проблем нет. С едой 1,7. Еду надо строить. Ну, вроде фермы у нас строятся. Так, конец хода. Мана у нас начала копиться. Крэл нам сейчас заработает золото. И в его интересах уничтожить врагов. Отлично. Да, золото он нам заработал. Мы перехватываем. Пока есть возможность. Ресурсы. А, скелетов. Ведем сюда. Воевать с этими тараканчиками. Предложение. Вызов призрачных волков за альянс. Анна, конечно. Принимаю. И новая постройка. Напоминаю, в замках нежити мы в столице Гримлук ведем линию через рынок, мышиную башню, налоговую службу к вампирскому особняку. Затем, следующий у нас университет. Идет. Хотя он будет стоить содержание его 10 золотых. Но именно он даст доступ к военной академии, которая позволит нанимать высших вампиров. Так что, строим университет. Особняк. Так. С тобой договор мы заключили. Ну что ж, будем атаковать. Пожелаешь. А как тебе понравится это? И забираем себе Барон Фелл. Правда, не сразу. Так. И давайте пока посмотрим, что происходит здесь. Ого! Встретили еще одного. Встретили одного из великих магов. Из великих магов. И они занимают Ротаван. Может быть, нам удастся перехватить. Приветствую. Ротаван. Пакт о ненападении. Почему бы и нет? Я тебе одну золотую монетку предложу. Чтобы ты принял наш с тобой договор. Так. Можем с кем-то еще переговорить. Может быть. Может быть, Анна, переговоры с заклинанием. У нас есть очищение. Может быть, мы тебе продадим очищение за 40 золотых. и Держи вызов призрачных волков за поднятие земли. Давай наладим с тобой сотрудничество по этому вопросу. Так. А мы можем таки ограбить пещеру Ограф. Вот здесь меч истины, огненный шторм и 80 золотых. Как замечательно. И потом еще вот эту кучку золота заберем. Барон Фелл. Затянулся захват этого поселения. Можно было сделать все быстрее. Что? Конец хода. Да. 19 ход. Уже очень-очень скоро начнут появляться первые врата Дремер. А у нас из элитных воинов этическое попадание. Так. Давайте заберем себе Арата Ван. Мышки-самоубийцы. Так, что мы можем сделать? В принципе забираем и отходим. призвал Это принимают. Это были хорошие переговоры. Что? Кем это ты себя возомнил? Вот, подпортили наши отношения. Это плохо. Это плохо. Лучников подводим. Давайте пройдем через территорию Анны. Плохо, что наши отношения скатываются на дно с ней пока что. Арата Ван мы можем прибрать к рукам. И это замок монстров. А монстры, как мы знаем, хорошо генерируют пищу. Поэтому строить мы здесь будем в первую очередь верму. Производство 20%. Хорошо. И в принципе наше присутствие здесь совсем не обязательно. Давайте отправимся открывать земли дальше. Плюс два города. Один захвачен, другой перехвачен. Это хороший результат. Так, а здесь? Здесь я вроде обещался сагрится на золотишко. Один. Ой-ой-ой-ой. Не получится пока что взять. Надо будет подождать, чтобы потом убраться отсюда успеть. Но с Анной Милостивой у нас заключен союз, так что я думаю ничего страшного не будет. Я думаю крыс не очень доволен такой ситуации. Опять они на нас нападают. Но они тем самым просто добивают опыт нашим. залечим до смерти. Подходим. А как тебе понравится это? Тебе нужны наши услуги? Но не убиваем. А вот теперь должны бы и убить. эх, скелеты осталось вас совсем немного. Защита рукопашная, магия стихий, магия смерти. Да, рукопашку. И добить эту крыску. Наконец-то мы можем взять золото. И спокойно себе отсюда улететь, чтобы нас не атаковала башня. И одна построечка у нас есть. Но здесь выбор невелик. Либо золотая шахта плюс 12 к золоту, либо торговый пост плюс 10, либо орден упрямых рыцарей и доступ к войскам. Но войска мы уже нанимаем хорошие это наши вампиры, поэтому строим максимум золота, чтобы эти войска иметь возможность содержать. строительство завершено. Заберем это золотишко. Передвинемся для того, чтобы основать еще одно поселение. И давайте посмотрим. Тут вроде еще какая-то борьба. Оу, тут есть нейтральный замок. Круто. Можно будет его тоже приметь. И таким образом у нас вся вот эта территория пустынная будет занята замками нежити. Анна милостивая, как бы с тобой все-таки контакт наладить? Не сейчас, да? А с тобой недоворы. Почему бы и нет? Пока сам предложишь. Конец хода. крыс нас защищает еще и от нейтралов. Супер. Но сильно ограничивать развитие этих ребят тоже не стоит, потому что когда дремеры придут, они особо разбираться не будут, кто прав, кто виноват. Они будут глушить всех, и надо, чтобы были способны защитить. ой-ой-ой, уже атакуют этот замок. Исследовано новое заклинание, ваше сиятельство. Восстанавливаем. Лечение для нашего лорда есть. Телепортация. Стоимость 50 единиц магии. Будет изучаться 10 ходов. Или малое исцеление. Даже не знаю. Ладно, давайте малое исцеление. И куда мы отправим наших вампиров? Наверное, в Деогейт. Пусть там будут, пусть защищают. Я понимаю, что мне нужно разобраться со всеми этими ребятами, но тут у меня лучники справятся. Ферма построена. Так. Ага, ну, сражайтесь, друзья. и Дунум. Я, пожалуй, отойду. Плюс 50 золота. Подходить тоже пока что слишком близко не буду. Подведу лучше своего целителя. Это называется загребать жар чужими руками. Но это тоже тактика. И самое главное, что она работает. Гломбрач. Гломб марч. Вот. Как правильно. Вон этот городишко скорее всего. Давайте глянем. и кстати, край карты. Глоб. Глоб, глоб, глоб. Не видно. Как все-таки верно называется? Городишко. Ладно, давайте открывать земли. Я знаю, у меня еще есть поселенец, который готов основать город. И, конечно же, дальше продолжаем нанимать вампиров. Нам нужно сгенерировать хотя бы 3-4 отряда до прихода первых дремер. Но это в идеале. Насколько у нас получится, учитывая, что сейчас 22-й ход, это вопрос очень спорный. А территории-то у нас очень протяженные. Понятно, что эти города никто кроме нас защищать не будет. И причем многие из них первого уровня, то есть долго сопротивляться не способны будут. Танр Вульф сопротивляется, борется против нейтрал и борется против диких монстров. Так вот правильнее будет сказать. Так, а что же наши восстанавливаются пока? Университет мы построили. Вампирами практически дошли. И Дунум стоит захватить и сделать частью наших владений. луфей. Да? Эльфийские лучницы! Правда, как правильнее это сделать? Вот еще вопрос третий. Подождать еще, дать возможность одной атаке пройти или начать помогать? Ладно, все решит в принципе наша атака. Посмотрим, какой будет у нее результат. 6 14 А вот теперь мы просто подойдем. Можно даже так, чтобы никто другой подойти не смог. Да, и Дуна мы на следующем ходу заберем. Основать поселение. таким образом получим доступ к ресурсам. Золото поле берем и надеюсь берем фонтан магии. Таким образом с двух сторон срастемся здесь ограничим развитие нашего соседа. Анна, давай все-таки я тебе очищение продам за золото. Но только не 40 единиц, а давай 20. а то мне как-то стрёмненько. Кому еще можно продать очищение? Speak if you must, young one. Можем лечение тебе попробовать продать. За слабый удар тени. И крыс. переговоры почему бы и нет. Очищение земли за да, за слабость. Главное снабдить очищением земли, чтобы оно у них было, а там уже если будут вдруг образовываться врата дремер, они нам помогут в чистке этих всех вещей. так, откроем. Не будет ли нам опасно сюда остановиться? Сколько у тебя дальнобойность? Радиус обзора 3, дистанция 3, то есть раз, два, три. Ой-ой-ой-ой. Конечно же я отойду. Летим, а вот куда? Ага, ну то, что мы летим, дает нам возможность игнорировать занятые пехотными отрядами Хексы, это очень хорошо. Сколько? Три хода еще. Долго, очень долго, нам бы надо, чтобы города подрастали и давали нам возможность нанимать еще и еще воинов. я бы кстати посмотрел, у нас есть меч, урон плюс 10 рукопашное, но увы, никому, никого снабдить мы не можем. И 42 единицы магии, правда по золоту резкий минус пошел, но это из-за постройки университета. что ж, конец хода. Помогите атаковать Идуну. Спасибо. Ваше сиятельство, кто-то смиренно просит вашей помощи. и мы сможем две постройки создать. Изучили малоисцеление, что нам дали на его место. Поступ ветра, молния, вызов бесов или телепортация. Давайте изучать телепортацию, вдруг пригодится. Очищение земли берем, слабый удар, тени берем и золото. Я тоже крайне рад. Золотую шахту построили, аннигилировали, падеж прироста золота. Защищайся, город. Тебе нужны наши условия. И захватываем Идунум. Идунум взят. Взят, взят, взят. Вампиров в Деогейт приводим. А куда же пойдут наши мечники? Защищать Рат Аван? Ну тут защищают вот эти друзья. Так все же куда? В Баронфелл? Может быть. А вот эльфийские лучницы они ходить не могут. Основать город и получим за это 220 золотых. Конечно только вот здесь у нас что же будем строить? Опять моноферму. А здесь у нас 4,7 ферму. Ферму надо строить. Несмотря на то, что это замок нежити, если мы получим еще одних вампиров, а ферма у нас тыква ферма плюс 4, плюс 4. Берем и отряд ждет приказов. Холодный камень защита от магии стихии плюс 25, плюс 110 голота. Хорошо разжились. Как бы покинуть все эти пределы. безопасно. Анна развивается в этом направлении, отдавая нам всю пустыньку. Здесь мы пока не можем походить. А сколько у нас до вампиров? Два хода. И это 24 ход. Ну что друзья, видимо на этом я буду заканчивать. данное видео. И уже в следующих видео мы возможно встретим первых дремер. Будем искренне надеяться на то, что нам не удастся увидеть их на своих территориях. Хотя это вряд ли. Мы занимаем обширную территорию фактически вся пустыня. Вся пустыня в восточной части огромного материка. Великой суши. Ну и часть у нас на равнинах лесистых городов расположена. Города пока что слабенькие. Наша столица седьмого уровня. Но мы с едой хорошо все продумали и рост у нас не прекращается. Даскхолл четвертого уровня. Виндоланд третьего будет. Деагейт готов перейти на новый уровень. И все. Главное что у нас их раз два три четыре пять шесть семь восемь дополнительных городов. И мы очень умело оградили нашу пустыню от возможного вторжения поселенцев. кстати то есть отметили свои территории и можем благодаря вот этому вот рад авану получить железо точно поле тыкв ну и возможно когда-то дорасти до диких свиней древних руин хотя я не знаю где тут находится столица монстров. Ладно друзья удачи вам